Здравия всем! Вы на канале Марка и Елена Диригетти. Смотрите, куда мы приехали. Вот они там, козочки. Козочки кушают в яме. Вот отсюда им скидывают сено. Вот оно, сено и солома. Солома! В круглых сено, вот в таких прямоугольных. И вот сюда им скидывают, а они тут кушают. Вот. Смотрю, здесь вот еще одна дырочка такая же. Есть поглубже. В смысле поглубже. Такая же, но никого я там не вижу. Сверчки сверчат. Марка пошел за сыром, за яйцами. И, может быть, если колбаса какая-то будет, колбасы возьмем. А вот они, молоденькие такие, кузлики. Козляточки, близняшечки. Ну, что вы нам скажете? Что вы нам скажете? Молоденькие такие. Ну, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Вот они жуют и жуют. Вкусненько им. Вот такой вот аппарат. Который в горах стрижет траву. То есть, сено заготавливают они. И сейчас мы курочек с вами покажем. Но мы уже здесь были, и вы уже все это видели. Здесь вот молодняк. Повыше, посуше. Тех больших козочков мы с вами сейчас посмотрим. Которые мы видели с вами. В дырочку. Вот они. Вот они. Здесь у них на улице. И такая тишина. Молчат они. У них обед. У них обед. Хотя около 4 часов дня. И вот мы с вами внутри их там видели. Сейчас я вам приближу. Вот они. А здесь курочки. Не знаю, петушка не вижу. Курочки такие у них. Дверь они открывают. И выпускают. А потом вечером они все-таки домой заходят. Но это бывает, когда солнечная погода. Здесь так много у них. Вот они их где дуют. Дойный аппарат. Вот так они заходят. Открывается им дверка. И пошли они доиться. Интересно так все. Здесь у них, знаю, поросята были. Но это было в прошлом году. Я снимала. Сейчас посмотрим, есть ли у них здесь поросята. Так, здесь никого. А здесь взрослые с рогами козы. Вот она, крапива, крапива, крапива. А я взяла с собой. Ездили в одно место. Нет, здесь я уже не пройду посмотреть. Здесь вот, видите, вот так вот. Когда-то у них еще и кролики были. Ну, завязали они с кроликами. Я взяла перчатки, взяла пакетик и ножницы. Крапивы нарезать. Вот. С крапивой в этом году не очень хорошо. Хотя вчера я сорвала там себе немножко. Но руки пожгла. Вот. А хотела сегодня что-то приготовить с крапивой. Ну, не знаю, пока не вижу. Потому что дождей не было и снега не было. Да вот они такие хорошие. Молчат. Вот он, копытцем, копытцем. Видите, как он? Да, я тебя поглажу. Ты мой такой хороший. Такая беленькая. Блондиночка. Блондиночка. Ой, какой хорошенький. Ну, что, едем дальше. Просто я без палки и без микрофона. Взяли сыр и яйца. Мяса не было, потому что маяли. То есть, просят у них нету на данный момент. Ну, в магазине сейчас что-нибудь купим. Ну, вот как-то так. Сегодня с утра делала блины. И с маслом и с вареньем. Вкусненько так покушали. С чаем. Да, Марко? Вкусные блины? Ммм, блины, блины, в глазки. Так вот. Погода, видите, какая. Вот до пятого числа вот так вот и будет. То накрапывать, то солнышко. Но всё время пасмурно. И, с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, такая сушь была. Видите, вот снег наверху выпал. И это тоже приветствуется для того, чтобы запасы были снежные. Будут подтаивать потихонечку. Что вы, без воды? Это же пустыня будет. Это же будет пустыня. И закончу я это видео дома. Покажу, какой сыр взяли и сколько заплатили. 13 градусов тепла. Утром, ну, как бы утром, днём было 17. Сирень уже расцвела у нас, у соседей. Здесь немножко повыше, поэтому разная. Конечно, сирень. Что-то палку не захотела вытаскивать из сумки в руках. Держу, всё трясётся. Так, достала всё-таки я палку. Вот здесь были дайны. Никого не вижу. А, нет, вон они наверху. Вон, спят-то. Вот они, ферма-ти, ферма-ти, кузи. Вода-фори, вода-фори. А, вода-фори. Вышла на улицу. Смотрите, как всё тут убрано с этой стороны. А здесь, чёрт голову сломит. Люди дрова запасают. Видите, брёвна купили. Пилят, колят. И складывают на зиму. А вот они, какие красавицы. Вот они, дайны. Вот раз. И вот два-три. Оленята пятнистые они. Ну, они сейчас подлиняли маленько. Вид у них, конечно, ну, вот такой вот. Вот, смотрю, крапива. Вот она, крапива. Вот она, крапива. Так, ну, закончу видео дома. Друзья, пока я рвала крапиву, смотрите, кто подошёл. Вот, как можно его близко посмотреть. Хочет травочки. Видите, какая у него пятнистость? Но она полиняла. Вот он какой. Красавец. А, видите, он артику не ест. Вот он сейчас к ней подошёл. То есть, крапиву. Он хочет вот сладенькой. Вот я ему сорвала. И он кушает. Да умненький какой. Ну, пужливые они. Пужливые. Они же дикие. Давайте я вам вот так вот. На. На, мой-мой хороший. На. Так, ну, всё. Пока хватит. Да не, спаси все. Так, подожди. Никто их не балует особо. Вот они какие хорошенькие. Всё, поехали мы дальше. Крапиваться. Мне нужно. Ой, дождь накрапывает. Прям такой хорошенький дождик. Нужно, нужно, чтобы все поля полить. И козочки. И коняшки. И коровки. Все в одной куче. Вот так вот мы с вами проедемся. Всё хочу проститься. Но вспоминаю, что нужно же вам показать, какой он сыр купил. Сыр здесь вкусный. Такой. Вот я помню в Волгограде последний раз. Пятигорский сыр, который называется. Имя у него такое, да. Безвкусный. Вот прям вот безвкусный был. С чего они его делали, непонятно. А до этого, я ещё помню, лет двадцать назад, это был самый наивкуснейший сыр. И не потому, что я там привыкла уже к другому, а потому, что сменился хозяин фабрики. Ой, если кто-то помнит в каком-то видео, здесь мы показывали, что река вышла из берегов и сломала мост. Я сюда приезжала за камнями, за галышами. Здесь было много-много галышей. Но вот они всё так вот немножко как-то вот остались камни здесь. Посадили они посадки в сухой ручей на данный момент, потому что воды нету. Лесопосадку посадили здесь и здесь. И мост новый поставили. То есть это было в Дуянефа. Понтеротто. И здесь мы с вами как-то праздновали один раз. Праздник был. Сами здесь были. Снимали. Вот видите, сирень. Вот она. Уже в цвету. И здесь мы как-то снимали был в мае. Дуи маджу ква феста. Прима маджу. Прима маджу. Значит, органицанду. Готовят всё время, показывают выставка коров. И коровы медали завоёвывают. Ну такие вот. Из бумаги, из картона, из ткани. Ну что вот самая такая внешность, во-первых. И во-вторых, чтобы она ещё худой, хорошей давала. По поводу удой, как проверить, не знаю. Но внешность её видно, что она вот такая вот статная. Что у неё и бачка хорошие. У его тётушки коровы. Поэтому мы всегда, когда было время у нас, приезжали. И погода ещё зависит. Я помню, что в прошлом году мы не были, потому что была погода. Прям дождь лил. А когда были, тоже предпоследний раз. То есть дождь тоже лил. Но мы были под зонтами. Мне было интересно. Вот я не помню, мы снимали или нет. Но что-то там поснимали. Но мало-мало. А так вот люди развлекаются. Потом же аперитивы. Какие-то каши. Какие-то сосиски. Всё это вот, чтобы дома не готовить. Как-то с людьми повстречаться, пообщаться. Покушать вместе на свежем воздухе. Ну и вот так вот. Матрувары разводили? Да. Но найдя Матрувары с вечера. Свою бывшую... Как же это называется на русском? Тёщу. Вот, вспомнил. Тёща. Бывшую тёщу, он говорит, пойдём проведаем. Я говорю, нет, спасибо. А здесь вот, знаете, что? Вот эта стена всё время сырая. Вот эта вот стена. И люди здесь живут. Прям вот вода на них копает. Дождь, не дождь. Откуда-то вода там берётся. И вот капает, в общем-то. Это мы проехали Пруджаску, и мы уже в Аквароссе. Вот когда мы выехали, ну как бы не с утра, в 3 часа, наверное. Да, в 3 часа, около 3. У нас было 17 градусов тепла и солнце. Сейчас вернулись. Прям хороший дождь. Вон он, дом Мак стоит. Да, в 3 часа. В 3 часа, в 3 часа. В 3 часа, в 3 часа. Ага, и школа рядом. Красавица. У меня у одной и у другой бабушки были красивые сирене белые, темные фиолетовые и светло-фиолетовые. Вот по три куста у них было. И дома у нас, когда вот начинался сезон, все время мама на субботу-воскресенье приносила по букетику. Заваривала, разбивала им хвостики. То есть, где обрезала веточки. Заваривала в чайнике и ставила в подслащенную воду. У соседей цветущие кусты. Красота. Там была белая, пушистая, отцвела. Теперь здесь по очереди. Вот она, две герани купили. Так, вот такие вот яички. Марка взяла. 50 франков, 50 центов одно яичко. Вот они домашние. Вот, 6,6, 12. И вот такой сыр. Сейчас вот так вот сделаем. 24,1. И 18, другой. 49 он заплатил за все, про все. Давайте смотреть. Вот какая головка сыра. Давайте взвесим. 15 франков за килограмм. Можно-то просто нарезать тут. 886 грамм. Вот эта вот маленькая. И 1,602 кг. Вот такая вот. Это большой. А вот они, блинчики. Знаете, с какой муки? Смешанной. Смешанной муки. Белая, серая. И мука. Каштана. И вот крапива к вечеру. К ужину. Немножко. Травочка попалась. Такой запах. И стоит хороший крапивный. Боже, боже, боже мой. Вот с яичком пожарим. Будет вкусненько. Ну что, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Маркошка. Асалюта. Вот и я с вами. Мокренькая такая вся. Мокренькая. Желаю здоровья и дачи долгих лет жизни. С вами была Елена Дергит. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.